С вопросом наболевшим от лица жителей дома по улице «Интернациональная» пришел на встречу с главой администрации Геннадием Борисюком, брещанин Леонид Цивилько. Мужчина, отчаянно пытавшийся самостоятельно решить проблему, на протяжении нескольких лет хотел найти поддержку у органов власти. Постоянно заливает у нас тепловой узел, который в подвале находится нашего подъезда, фекалии. Оно не то, что там, допустим, приехали, откачали, когда уже пропитываются стены, все это длится месяцами. А это повторяется часто. Значит, все время мы дышим вот этими запахами. Подвальное помещение еще советского образца. Детальный анализ ситуации, поиск путей избавления от так называемого источника проблемы, необходимость, как вариант замены канализационных труб. В противном случае, каждый раз в случае выпадения осадков, жители дома будут вынуждены испытывать дискомфорт в виде неприятного запаха. Конечно, в одночасье справиться с поставленной задачей не представляется возможным. Леонид Цивилько понимает, что в положительном исходе фигурирует существенная финансовая составляющая. Не расстраивается, проблема вынесена на новый уровень, а значит, стоит надеяться, что в будущем произойдут изменения. Власть идет к народу. Это уже положительно. А результаты? Есть такая передача, время покажет. Не надо питать особых иллюзий, что придя сюда, мы тут все вопросы решим, все точки расставим над «и» и проблем больше не будет. Такого по жизни быть не может. Даже тот посетитель, который первый был, его просьба состояла из двух частей. Конечно, первая оперативная работа наших ЖЭСов, это мы будем контролировать. Что касается второй части вопроса, это более глобальное. Здесь нужны деньги, здесь нужен какой-то подход, поэтому мы его зафиксируем, проработаем с горосполкомом, и он получит квалифицированный ответ. Эффективность таких встреч неоспорима. Органы власти, представители служб открыто идут на диалог. В процессе работы над каждым конкретным вопросом взвешиваются все «за» и «против». Практика не раз доказывала, общими усилиями удается сдвинуть проблему с мертвой точки. Тем более, когда за дело берется представительная команда администрации района. Депутат Брестского областного совета депутатов, генеральный директор открытого акционерного общества «Берестейский пекарь» Леонид Брич не раз приходил на помощь брещанам в их просьбах. Будь то благоустройство улиц, налаживание канализационной системы, трудоустройство или предоставление общежития. В работе с людьми он руководствуется одним правилом – выслушать человека, глубоко вникнуть в проблему. Достороннее общение, по мнению депутата, полезно по целому ряду причин. Принимал недавно праздник Речицы, был тоже в составе информационно-пропагандистской группы. Вот необходимо отметить, что, может быть, даже вполне неравнодушный человек, гражданин, вот обратился и свои предложения предложил, или свои видения предложил, как благоустроить один из участков пустующих микрорайонов, Речицы, там бывший стадион. И вот он свое видение, мы его внимательно выслушали, понимая, что вопрос не сразу решаемый, но его необходимо решать. То есть, изюминка в этом тоже присутствует. Обращение граждан на контроль органов власти. Представители администрации не остаются безучастными к проблемам людей. Пусть не сразу, однако, каждый из заявок вне всяких сомнений подвергается рассмотрению, а значит, велика вероятность положительного исхода ситуации.